Здравствуйте, друзья! Сегодня я бы хотел вам рассказать, как вы можете в онлайн-режиме через браузер посмотреть нашу солнечную систему, все о ней узнать в 3D. Для этого вам понадобится только интернет и браузер. Сайт называется solarissystemscope.com И, соответственно, вот сейчас я зашел на этот сайт. Здесь вы сразу же можете выбрать именно русский язык, как я это сделал, как видите. Ну и далее, вот, можем лицезреть и наблюдать нашу солнечную систему. Как видите, здесь лево настройки. Зайдя, допустим, в которую вот я сейчас нажал, можете выбрать различные параметры. Допустим, размер большой или реалистичный. Как вы понимаете, реалистичный в таком виде. Но мне кажется, что лучше, чтобы понимать планеты, где что находится именно в большом размере. Потом планетарная модель есть реалистичная. Вот так вот она выглядит. И есть в таком менее реалистичном виде. И так далее. Наблюдаем в настройках планеты. Можете зайти. Здесь, как видите, стоит галочка. Вот они, планеты. Далее в настройке можете показать имена, орбиты и так далее. Все это убрать. Либо, значит, чтобы все это было видно. Орбиты. Далее у карликовых планет, у созвездий. Как видите, вот здесь вот созвездия, стрелец, козерог, скорпион. Как видите, они исчезают, если убираете галочку. И появляются, если вы нажимаете. Вот. И далее показать имена, линии. Вот можно убрать имена, можно убрать линии. Будет останутся только название. И так это очень важно для обучения и так далее. Как видите, если я возьму за какую-то планету и потяну, соответственно, сразу же будут двигаться все остальные планеты. Вот, допустим, давайте потянем за Землю. Как видите, вокруг нее летит Луна. Рядом ближайшие планеты это Венера и Марс. Они также летят. И, соответственно, можем нажать. Вот я нажал два раза на Землю. И зайти в настройки. Допустим, Луна, Земля, больше. Ну и так далее. Так. Итак. Сейчас попробуем вернуться назад. Так. Солнце без планеты. Вернуться, да. Вернемся еще раз. Вот все верно. Итак. Нажимая на планету, допустим, на Землю, получаем информацию о планете. В данном случае Земля, допустим, 71% Земли поверхности покрыта океанами. Оставшиеся 37 континентами. Далее. Такую же информацию можно получать о Солнце и так далее. То есть, вообще, мне кажется, интересно достаточно под хорошую музыку понаблюдать за нашим космосом. Добавок, современные технологии вполне это позволяют сделать. Плюс это интересно. Я думаю, это интересно всем. Знать, где мы находимся. И где находится, допустим, созвездие Малой Медведицы или Большой Медведицы столь популярны, допустим, в России. Итак. Можно сейчас постараюсь их найти. Так. Не могу найти. Так, 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 так. Ну, надеюсь, я не смог. Может, вы сможете. Итак. Вот, в общем-то, я все и рассказал. Увеличить что-то можете, допустим, нажав на вот эту вот позорную лупу и выбрать, допустим, кометы, планеты, допустим, Земля-Марс. Если вы что-то, значит, потеряли, можете это найти. Ну, вот, собственно, и все. Я уверен, что вы разберетесь сами, посмотрите. Вам будет очень интересно. Всего доброго. До свидания.